По мнению Александра Ильтикова, Варгашинский район является одним из немногих в Курганской области, где меньше всего проблем. Об этом шла речь на встрече с гражданами. Глава района Валерий Яковлев назвал одной из самых больных тем маленькие зарплаты. Он предложил депутату поднять в Государственной Думе вопрос об уравнении федеральных доходов районных бюджетов. Депутат ответил, чтобы возросли доходы районной казны, нужно привлекать инвесторов и создавать на территории новые производства. На встрече с учителями местной школы Александр Ильтиков ответил на вопросы, которые волнуют педагогов. Они касались заработной платы, проблем получения и строительства жилья, медицинского обслуживания и обеспечения села врачами. Как отметил депутат, многие проблемы можно решить на муниципальном уровне. Все, что здесь наболело, нагорело, можно решить при помощи средств административного состава, ну и естественно при участии самого человека. Под лежачий камень вода не потечет. И если человек желает, чтобы изменить необходимую жизнь к лучшему, то соответственно и руководство, и бюджетное основание пойдет только в пользу этому человеку. Но только необходимо, конечно же, проявлять инициативу с места. Как отметил глава района, сейчас самое главное – это привлечение крупных инвесторов. С появлением новых предприятий появятся новые рабочие места, а доходы от продажи выпускаемых товаров пойдут в местный бюджет. Инвестиции и конкретно развитие территории, вот все это влияет на законодательные базы. И, конечно, нужно приводить к тому, чтобы территория развивалась. А для этого, наверное, есть депутат, который определенно должен лоббировать в направлении, понимая, что это дойдет до конечного результата, до человека. Напоследок Александр Ильтиков вручил благодарственные письма и ценные подарки врачам, учителям и рабочим Варгашинского района. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курганру.